Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Программа Экономика. В Тасыр, Вятских Полянах, появились первые официальные резиденты. Их зарегистрировала Минэкономразвитие России. В специальный реестр внесены компания НУР. Это производитель посуды торговой марки «Мечта». И компания «Высота-43», производитель лифтов. В совокупности они заявили инвестпроекты на 320 миллионов рублей, которые предусматривают создание 260 новых рабочих мест. Резиденты территории, опережающего социально-экономического развития, получат налоговые преференции. Наиболее существенные из них называют сокращение взноса во внебюджетные фонды почти в 4 раза на 10 лет. Экономика. На 111. Аграриям выделили компенсации за плохое лето. 111 миллионов рублей получили представители сельскохозяйственной сферы в конце минувшего года. Деньги выделены из федерального бюджета и резервного фонда правительства страны. По данным регионального Минсельхоза, прошлым летом из-за сырости и холода погибли посевы более чем в 100 хозяйствах. На компенсации им направят 50 миллионов рублей, вместо 100, которые рассчитывали получить кировчане. Кроме того, 22 миллиона из федбюджета пойдет на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, еще 39 миллионов – на возмещение затрат при строительстве животноводческих помещений. К другим новостям. Инвесторы вложили в моногорода 7,5 миллиардов рублей. Программу развития монотерритории в минувшем году регион перевыполнил на 33%. Было открыто более 3,5 тысяч вакансий, сообщили в областном правительстве. Инвестиции же превысили 7,5 миллиардов. На данный момент Кировская область занимает второе место в стране по количеству моногородов. Их у нас 11. Программа «Экономика». 230 предприятий региона готовы взять на работу выпускников. Базу данных создали в областном центре содействия трудоустройству. Он появился осенью 2017 года и собирает информацию о востребованных на предприятиях специалистах. Заключить соглашение с нынешними студентами, чтобы после завершения учебы они пришли на эти предприятия, готовы 230 компаний. Они заинтересованы как в выпускниках вузов, так и СУЗов. Кроме того, более 250 организаций готовы брать студентов на производственную практику, заявляют в центре. «Экономика» «На 101 АФМ». Стартовала декларационная кампания 2018 года. Она продлится до 3 мая. Отчитаться о доходах по форме 3 НДФЛ до этого времени должны индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, а также граждане, которые продали имущество, которым владели менее 3 или 5 лет, в зависимости от даты его приобретения в собственность. Кроме того, отчитаться должны люди, которые сдавали недвижимость в аренду, получали дорогие подарки и другие доходы, с которых не уплачен НДФЛ. Если не сдать декларацию вовремя, налогоплательщиков ждет штраф в 5% суммы налога за каждый месяц задержки, не менее 1000 рублей и не более 30% суммы указаны в декларации. «Экономика» Коротко, несколько цифр. 8 миллионов рублей заработал музей Воснецовых в прошлом году. Пятое место заняло Кировской области в рейтинге аналитического центра при правительстве России по прозрачности госзакупок. 2,5 миллиарда рублей в прошлом году составил объем поддержки АПК из бюджета. Официальный доллар на сегодня 57 рублей ровно, евро стоит 68 рублей 6 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове.